здравствуйте с вами снова ады конды и как вы понимаете я не могла оставить вас без предновогоднего видео и кто-то из вас посмотрит это видео до нового года кто-то посмотрит после поэтому я говорю с наступающими праздниками и самое главное с новым потрясающим годом а каким будет этот год определите вы и даже если не все события в этой жизни определяются нами всегда определяется нами наша реакция на эти события какие выводы мы делаем и насколько много сокровищ мы вынесем для себя из любого опыта я повторю из любого опыта и сейчас царит везде рождественская атмосфера новогодняя атмосфера елки шары подарки я думаю большинства из нас ощущение такое близкое к ожиданию чуда у любого человека есть желание абсолютно у любого кто-то может просто называть это фантазиями а у вас кто уже немного собрался с духом и с мыслями получил хотя бы базовые знания о том как мечты воплощаются в реальность вы уже имеете планы потому что планы и фантазии это все-таки разные вещи сейчас я скажу несколько важных вещей которые возможно вы уже слышали и моей целью не является передать вам новую информацию но помочь вам сделать эту информацию вашем знании то есть вашим взглядом на мир на себя и на ваши возможности в этом мире которые воистину безграничны возьмите эти несколько мыслей и пронесите их через весь следующий год проживите следующие 12 месяцев с этим знанием с точной уверенностью и так первое запомните и знаете наверняка что любая задумка любая мечта может быть осуществлена если вы можете в деталях представить себя в ситуации реализованного желания то есть ваши мечты любая идея может быть воплощена если в своем воображении вы можете точно ее увидеть у меня для вас совет по этому пункту постарайтесь не вплетать сюжет своей конечной ситуации людей если на сто процентов вы не уверены что хотите их там видеть или если вы считаете что не имеете морального права скажем так вплетать их в свое будущее нужные люди обязательно окажутся при вас обязательно конечно же если вы знаете в какой ситуации хотите оказаться и так знаете наверняка что вы можете осуществить любую свою мечту и не обязательно ее привязывать конкретным людям или конкретным объектам знаете как хотите себя чувствовать какой вы хотите быть или каким и пусть это ощущение будет для вас путеводной звездой второе что я хотела бы вам сказать это то что если вы возьмете любую свою цель любое самое смелое намерение и разложить его по полочкам то есть по ступенькам вы поймете что в принципе осуществимо все здесь у меня тоже для вас отдельный совет не торопитесь успеть все в ближайшее время нужно понимать что через два года вы не достигнете того на что может быть стоит потратить пять а то и десять лет как говорится если вы посадите девять беременных женщин в одну комнату ребенок не родится через один месяц есть интересное наблюдение что ментальность неуспешных людей то есть тех людей которые недовольны своей жизнью не умеют что-то в ней менять и брать на себя ответственность а также недовольны результатами своих действий и так ментальность этих людей такова что они хотят сразу и если на реализацию какой-то затеи им потребуется потратить пять а то и десять лет они сразу опустят руки придут вам огромное количество причин почему это невозможно и не стоит за это браться но через какое-то время вы понимаете что время так и так прошло а эти люди остались там где они были если при этом не откатились назад вы за 10-20 лет можете сделать великие вещи но только если каждый год каждую неделю и каждый день рассматриваете как возможность двигаться к этим смелым целям ваше великое завтра создается каждый день запомните что ваш день ваша неделя это по сути некая мини или микро модель вашей жизни и то как проходят ваши среднестатистические дни в итоге иллюстрирует то как сложится ваша жизнь если в этом дне вообще какие-то наметки и намеки на то что вы двигаетесь в нужном направлении всегда будьте собой честными честность собой это навык который вам позволит в жизни дойти до самых ваших заветных вершин изменив распорядок своего дня изменив свою неделю вы будете менять свою жизнь поэтому следующий год следующие 12 месяцев вы можете использовать как реальный шаг к тем большим смелым мечтам которые может быть у вас сегодня уже есть третье о чем я хотела сказать это не смотрите по сторонам не сравнивайте свои цели или свои успехи когда мы сравниваем свои цели и свои успехи мы по сути двигаемся в пустоту в эмоциональный вакуум а при особо навязчивом сравнивании своих результатов мы можем довести себя до невроза слушайте свое сердце а что вам действительно хочется очень многие спотыкаются такую вещь как ожидания некоторые считают что завышенные ожидания это полезно потому что именно они заставляют вас двигаться вперед здесь идет путаница потому что ожидания и цели это разные вещи вкратце скажу вам так цели наполняют вдохновением и энергией ожидания кладут непомерный груз на ваше плечи и страх не оправдать эти самые ожидания похож на плеть которая хлещет вас по спине поверьте так жить тяжело я думаю многие из вас знают на своем опыте и еще одно интересное наблюдение как правило люди ставят такие завышенные ожидания то есть поднимать планку так высоко чтобы достичь ее было практически невозможно ну а значит никогда не быть довольным собой никогда не почувствовать удовлетворение от своей жизни от своих успехов опять же это выбор смените свои ожидания на благодарность и просто двигайтесь к своим целям каждый раз достигая новый рубеж благодарите себя благодарите мир благодарите вообще этот путь который вы решились пройти вместо того чтобы с грустью думать о том что ожидания пока еще не все оправданы четвертое что хотел бы сказать это помните что помощь всегда рядом вы всегда под любящей опекой высших сил они всегда дают то о чем вы просите абсолютно всегда и то что вы сами начинаете себе разрешать тут же вам дается то от чего вы осознанно или неосознанно пытаетесь избавиться удаляется из вашей жизни даже если из вашей жизни уходит финансовое изобилие или из вашей жизни уходят счастья отношений обратите внимание на самом деле что вы себе желаете потому что и это самое финансовое изобилие и эти самые отношения ушли из вашей жизни с вашего на то позволение то есть по какой-то причине вам комфортнее без этого никогда ничто не забирается у вас вам на зло никогда и если вы знаете что помощь рядом просто начинайте просить просить правильно не так как это делает большинство людей заботит жалобное завывание о том что все плохо пожалуйста всевышний дай мне то или это потому что это просьба и состояние жертвы а как вы сами понимаете кроме расстройства кроме несправедливости жертва ничего не получит потому что она настроена именно эту волну на волну несчастности обездоленности и несправедливости просить правильно это означает точно знать как вы хотите и начинать уже прямо сегодня чувствовать себя так как будто это вам было дано или вот-вот появится вашей жизни а если она вот-вот появится то вы по сути начинаете себя готовить к приходу в вашу жизнь того о чем вы просите умейте правильно просить помощь всегда доступна и вам никогда не скажут нет просто обратите внимание на то что вы просите то о чем вы думаете и является вашей просьбой о чем вы думали сегодня о чем вы думали вчера замечайте свои мысли и каждый раз отлавливая нехорошие мысли мысли которые направлены на то чтобы вас расстроить и запугать или нарисовать не очень хорошие картины будущего просто осознавайте что это ваша просьба и как только приходит это осознание вам захочется скорее всего поменять ваши мысли думать о чем-то более светлом более перспективным и радующим вашу душу пятое о чем я хотела бы вам сегодня сказать это совершайте шаги по направлению к вашей цели это очень важный момент потому что чем больше вы бездействуете тем больше слабеет вера в достижение цели или в исполнении вашей мечты и самое интересное что даже самые маленькие шажочки наполняют вас верой и энергией идти дальше бессознательно мы действие воспринимаем как успех а бездействие как неудачу поэтому обратите внимание совершаете ли вы действие по направлению к вашей мечте и следующий момент который здесь крайне важный интересен это то что именно ваши реальные действия запускают все движочки и шестеренки этой вселенной этой реальности чтобы вы оказались там где хотите быть и именно здесь начинаются те самые совпадения случайности немыслимые везения о которых многие вспоминают как вмешательстве сверху это и есть вмешательство сверху но она не происходит спонтанно она происходит по определенным причинам и когда вы готовы к чему-то вы начинаете действовать а когда вы начинаете действовать то и вселенная понимает что вы готовы это ваше намерение и начинает вам задействовать. Насколько вы готовы к неожиданным поворотам, к чудесам, к нелогичным стечениям обстоятельств? Чем меньше вы задействуете логики, тем больше будет в вашей жизни вот этих самых неимоверных благоприятных событий, немыслимых совпадений и везения. Эти пять мыслей превратят вашу жизнь в следующем году в незабываемое путешествие, в смелый шаг вперед. Вот, коротко суммируя сказанное, в следующие 12 месяцев живите с абсолютно точным знанием и уверенностью в том, что каждая ваша задумка, любая задумка может быть исполнена, даже если сегодня она кажется недостижимой. Помните, что если вы разложите любую цель или мечту на ступени или на этапы, вы поймете, что абсолютно все можно достигнуть, и у вас появляется реальный план к действию. Не торопите события, жизнь, она длинная. И самые смелые планы, как правило, занимают время. Насладитесь этим путем. Вместо того, чтобы торопиться и думать, скорее бы, скорее бы, наоборот, насладитесь каждым шагом. Трансформируйте себя как личность. Вот это и есть самый большой кайф, а не само по себе достижение цели. Не смотрите по сторонам, чтобы сравнить себя, свои достижения или свои цели. Нет правильной или неправильной цели, есть ваша или не ваша цель. Смените свои ожидания на благодарность. Помощь всегда рядом. И вместо того, чтобы следовать на то, чего нет, или пугать себя нехорошими событиями, напоминайте себе, что каждая ваша мысль – это, по сути, заказ. Ваша просьба к высшим силам реализовать это в вашей жизни. Думайте о успехе. Думайте о движении вперед. Думайте о той радости, которую вы получаете от каждого шага. И начинайте уже сегодня жить так или готовить себя к тому, что ваши цели, ваши планы либо уже реализовались, либо вот-вот реализуются. И, конечно же, самое важное – двигаться вперед. Перед вами разворачивается Новый год. Двигайтесь вперед хотя бы маленькими шажками. Аппетит приходит во время еды. И ваша уверенность в том, что вы достойны вашей мечты, или в том, что она достижима, приходит с каждым вашим новым действием, каким бы маленьким это действие ни было. И вселенная начинает реорганизовываться таким образом, чтобы ваша мечта осуществилась, чтобы вы в итоге оказались там, где вы хотите оказаться. Я знаю, что многие из вас будут пересматривать это видео много раз. Пересматривайте, потому что эти простые вещи, они быстро выветриваются. То ли из-за своей простоты, то ли из-за того, что мы пытаемся избежать того, чтобы менять в своей жизни привычные вещи. Но поверьте, вот эти пять пунктов, если они становятся вашим знанием, они просто услышаны информацией, они навсегда изменят вашу жизнь. Меняя свои взгляды, меняя свои убеждения, вы абсолютно полностью трансформируете свою судьбу. Это ваше право, это в ваших руках, для этого вам никто не нужен, никакие дополнительные ухищрения, вам нужна только настойчивость и готовность двигаться вперед. Ну что же, на этом я заканчиваю, и еще раз поздравляю вас с Новым годом, с годом счастливых перемен. И, кстати, если вы еще не слышали, 14 января я проведу онлайн-семинар, который я провожу всего два раза в год, о том, как вы можете значительно изменить свою жизнь в лучшую сторону в следующие несколько месяцев. Поэтому семинар так и называется «Мой год перемен». И если вы еще не подарили себе подарок, то, возможно, это будет один из самых запоминающихся подарков в вашей жизни. Забегая вперед, скажу, что в ближайшее время будут интересные видео, одно из которых о том, как стать специалистом в своей индустрии. Вне зависимости от того, сколько вам лет, в какой сфере вы работаете и в какой точке планеты вы живете, вы можете стать суперспециалистом в своей сфере. И если вам интересна тема предназначения, то это видео тоже будет для вас очень интересным и полезным. В списке ближайших видео есть несколько тем, которые вы запросили на Инстаграме. И если вы не подписаны на Инстаграм, то добро пожаловать. Все новости на Инстаграме, а также регулярные, небольшие, но очень полезные статьи тоже на Инстаграме. Посмотрите, какие еще видео есть на моем канале. И если вы найдете для себя много полезного, подписывайтесь, оставайтесь на связи. А также зайдите на веб-сайт, есть очень интересный раздел, который называется «Ресурсы на каждый день». Вы можете пользоваться ими в продолжении к этому видео, чтобы каждый день менять свою жизнь, менять свою судьбу. Это абсолютно в свободном доступе, без регистрации. Просто заходите и подбирайте то, что вам нравится. А я желаю вам удовольствия и успехов на вашем пути. С вами была Ада Конде. Всего доброго. Посмотрев на экран прямо сейчас, вы сможете выбрать способ, с помощью которого вам будет удобно остаться на связи. Обратите внимание на активную ссылку с левой стороны, а также на рекомендацию следующих видео по этой теме. Вы можете подписаться на этот канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнать о новых видео, так как они появятся совсем скоро. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова